доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити и мы продолжаем наверное уже надоевшую вам тему автоматизированного заключения спектр кому-то она эта тема надоела выключить это видео не смотрите а для медицинских психологов увлеченных своей работой это первое дело мы в разделе 3 блок 3 раздел 6 психология спорта и раздел 7 пвк профессионально важные качества а также раздел 8 функциональное состояние давайте быстренько пробежимся по этому разделу и перейдем к самому интересному к самому главному неким итогам и так психология спорта когда мы создавали автоматизированное заключение спектр мы очень плотно работали с одной из спортивных команд оценивали их функциональное состояние прежде всего такой был у них заказ имеется в виду что мы смотрели уровень функционирования cns по простой зрительно-моторной реакции по сложной зрительно-моторной реакции устойчивость их реакции процессы возбуждения торможения и так далее так далее так далее сейчас я дальше в этом поподробнее расскажу но одним словом работали в психологии спорта можно так сказать и соответственно использовали методику замечательную методику шаболтаса здесь она у нас приведена ну так исторически просто случилось я понимаю что это мало относится какой-то медицинской психологии но может быть кому-то это будет интересно там интересные показатели именно функциональные то есть подготовка спортсменов к выступлениям какие-то периоды тренировочных периодов там месяц-два сборов и так далее так далее так далее мы оценивали эти показатели и решили что это нам необходимо в нашей лаборатории включить в автоматизированное заключение спектр методика она здесь появилась не хотите не пользуйтесь убираете галочку она не активна и нигде отображаться соответственно не будет раздел номер семь профессионально важное качество пвк это прежде всего важно для промышленных психологов да промышленных психофизиологов но в том числе и для медицинских психологов это по сути говоря явление пвк здесь вот она у нас написано профессионально важные качества но если смотреть на это не предвзято откровенно вообще-то это профессионально важные личностные обратите внимание качество здесь мы попытка это наша попытка оценить каким-то образом личность и делаем это по нескольким показателям в частности сочетанным показателем по методике КТЛА не прежде всего но основной методике и соответственно направлен на оценку личности человека и конечно по ММПИ по Миннесотскому многоаспектному личностному опроснику соответственно еще раз здесь у нас появляется шкала С адекватность эмоционального реагирования тут мы пишем какую-то характеристику и соответственно также поставляем высокий средний низкий так вот я покажу высокий средний низкий та же самая ситуация та же самая петрушка у нас со шкалой G методикой методики КТЛА шкалой Q3 то есть здесь ответственность самоконтроль поведения дисциплинированность первая Q1 Q3 Q4 это наш опыт мы их используем предлагаем использовать их эти шкалы и вам вот они лучше всего работают это шкала С шкала G и вот эти шкалы они тоже дополняют очень неплохо личность то есть надо прямо сказать я об этом уже говорил и буду повторяться методика КТЛА она работает не вся у нее работают только несколько шкал лучше всего и работает шкала С далее значит социальная адаптация это у нас социальная адаптация следование социальным нормам это понятно речь идет о четвертой шкале MMPI шкале психопатии пишем какое-то значение слова и соответственно также оцениваем далее шкала 6 ригидности паранойи и шкала опять же Q1 дополняющая вот эту самую Q1 да то есть по сути говоря шкала 6 MMPI она хорошо сочетается со шкалой Q1 методики КТЛА ну вот собственно и все то есть опять же пишем какую-то характеристику по шкале 6 MMPI Q1 по КТЛА и также проставляем значение далее обобщенные характеристики стабильность средствовой ситуации также мы это можем написать какую-то стабильность высокое стабильное средство средняя стабильность низкая вы чувствуете речь уже подходит к некому мы будем так говорить обобщению полученных результатов близко-близко мы к этому подбираемся обобщению результатов по методике эксклюзми по методике по процедуре экспериментально-психологического исследования ЭПИ или же по ПФО психологическим обследованием далее раздел номер так сотрудничество в коллективе да надо упомянуть тревожность общительность аутичность демонстративность поведения и похондричность мы соответственно можем выбрать высокий средний низкий обобщенная характеристика взаимодействия в социуме высокий уровень взаимодействия средний уровень взаимодействия низкий уровень взаимодействия нас определяет наше окружение оно оценивает прежде всего нас и какие-то дополнительные примечания мы можем здесь писать раздел номер восемь функциональное состояние простая зрительно-моторная реакция сложная зрительно-моторная реакция реакция на движущийся объект соответственно у нас есть методика ПЗМР, СЗМР, РДО, Шульте в ближайшее время должна появиться методика Кольца Ландольта программисты над этим работают и одним словом мы оцениваем по этим трем показателям основные основные критерии уровень функционирования центральной нервной системы высокая скорость реакции, средняя скорость реакции, низкая скорость реакции соответственно уровень устойчивости реакции также преобладание тормозных процессов преобладание активирующих процессов безошибочность действий высокая, средняя, низкая чувствуете обобщение уравновешенность процессов возбуждения и торможения соответственно преобладание процессов возбуждения уравновешенность процессов возбуждения и торможения преобладание процессов торможения непаханное поле для исследователей как для медицинских психологов так и для промышленных психофизиологов. За месяц можно набрать статистику по этим методикам, они у нас есть, автоматизированные эти методики, очень хорошо себя показывают и соответственно, в общем-то, это быть, если откровенным, замена Шульте, Бурдона, Ландольта и так далее. Мы живем в 21 веке и простая зрительно-моторная реакция, наряду со сложной зрительно-моторной реакцией, реакции на движущийся объект, предоставляют гораздо большие возможности в оценке каких-то функциональных проявлений организма человека. Внимание, памяти, скорости реакции и так далее и тому подобных вещей. Смотрите наше видео, ниже под этим видео много-много об этом всего сказано. Ну и соответственно, показатель эффективности деятельности, высокий, средний, низкий, дополнительные замечания. Все, с этим мы закончили, с разделом номер 8. Далее, блок 3, раздел 6, 7, 8 и переходим к следующему разделу. Наверное, это уже будет в следующем видео, потому что тут надо особо останавливаться на многих-многих вещах и рассказывать и показывать более подробно обстоятельно. На этом все, пока, благодарю вас за внимание и удачи вам!